здравствуйте дорогие садоводы свои сюжеты мы готовим по тем вопросам которые вы задаете и вот спрашивали как быть с растениями комнатными которые летом у нас были в открытом грунте очень у многих они пострадали потому что их вовремя не забрали домой и листочки у них облетели кое-какие даже подмерзли и так далее вот дорогие друзья с теми растениями которые действительно реально подмерзли может быть уже ничего и не сделаешь например бальзамины они очень такие ранимые и бывают они безнадежно погибают но иногда что можно сделать сильно их отрезать и вот около корня еще остаются живые почки и оттуда возобновляется это растение а я сейчас хочу вам рассказать про пеларгонии они очень выносливые выдерживают даже первые заморозки но потом что происходит мы заносим в квартиру и получается вот такая картина посмотрите на эту пеларгонии она все листочки свои практически потеряла вот этот кустик еще ничего он ближе к дому стоял вот это вот пеларгонии мне отдала соседка видите тоже от нее по облетали все листья остались только на макушке вот как быть с такими растениями что с ними делать вот посмотрите эту пеларгонию я тоже передержала в грунте потому что к нам приехали гости я думаю ну вот съезжу вот заберу и так получилось что вот с нашей погоды немножко не угадала тоже она попала под такой холодных погод от чего опадают листья от того что слишком резкий стресс у растения то было холодно и влажно а в квартирах у нас уже отопление жарко и сухо и вот растение само сброс сбрасывает эти листья как сейчас можно поддержать эти растения а что нужно с ними сделать чтобы они побыстрее пришли в норму но во первых вот чтобы снова пошли какие-то отростки вот боковые побеги есть видите тут вот даже на кончиках пошли почечки проснулись и тоже это все у нас отрастет нужно только дать растению толчок силы вот для этого существует смотрите замечательное удобрение которое называется глуми кузнецова мягкое удобрение на основе живых бактерий ищу из гуминовыми веществами которые развивают корневую систему вы знаете только внешне мы видим вот эти вот повреждения до листья опали но еще и корешки пострадали потому что в холоде они могут и загнивать и подцепить какие-то другие болезни и вот с корнями здесь тоже нужно быть очень бдительным и заранее принять меры и для этого существует различные фитоспорины вот например фитоспорин универсальная им пользовалась уже скрепочкой закрыт есть у кого-то фитоспорин томаты кто применял фитоспорин для своих помидорок в теплице тоже подойдет там все те же бактерии находятся и они те же самые действия оказывают вот еще очень хороший фитоспорин который называется антигниль то есть это действительно направленное действие против различных гнили кстати его можно применять и для тех продуктов которые вы закладываете на хранение картофель и морковка и чеснок все можно этим фитоспорином опрыснуть а сейчас мы это должны все пролить с вами этим фитоспорин чикам как его разводить все очень просто если он в порошке мы открываем этот пакетик с вами и чайную ложечку чайную ложечку мы набираем на литр воды вот я кладу чайную ложку только смотрите пожалуйста дорогие друзья вот набрала сама не открыла бутылку смотрите дорогие друзья сейчас очень холодная погода и нужно делать это все не в холодной ледяной воде чтобы водичка была тепленькая комнатной температуры да потому что бактерии у нас живые и они холодной воды не любят и вот так мы будем их постепенно постепенно восстанавливать почему у меня здесь еще фиалки в кадре ведь фиалки мы с вами в грунт не выносим обычно да но фиалки очень часто тоже начинает болеть осенью от того что на подоконниках у нас бывает холодно у кого-то еще нет пластиковых окон которые герметично закрывает нас от уличной погоды да и вот эти щели которые мы еще не проклеили они вот таким предательским свойством обладают что наше растение начинает болеть и фиалки очень чувствительно к переохлаждению именно земляного кома и корней и им тоже будет очень полезно вот эта профилактическая обработка я говорю что именно профилактической не надо ждать когда растение заболеет а какой признак это бывает у фиала листочки начинает вот так вот увидать повисать ну вот видите у меня какой прочный листочек сочный хороший да он сразу отломился а если фиалочка болеет то у нее листики вот такие становятся мягкие вы вроде бы поливаете она выглядит так как будто ей не хватает этого полива нет она заболела у нее заболели корешки и вот чтобы этого не случилось фитоспорином именно и проливаем как проливать да понемножечку просто как обычный полив вы делаете так и с фиалочками вашими тоже вот тут плеваете под корешок поливайте под корешок вот теперь смотрите еще кроме этого есть если вы уже видите что ваши растения реально заболели пожалуйста фитоспорин реаниматор здесь доза отличается в 20 раз то есть если ваше растение не болеет еще но вы опасаетесь что они заболеют то можно одну дозу применять а если вы уже увидели какие-то признаки заболеваний то нужно эту дозу уже в 20 раз взять больше и тут вот в табличке все как раз вот это и написано видите сколько средств нам приготовила компания башенком который заботится наших растений там работают очень хорошие специалисты которые знают чем болеют наши растения когда они могут подхватить эти инфекции и вот они столько различных нам порошочков и растворчиков и удобрений подготовили вот здесь еще конкретно есть для цветов который называется фитоспорин цветы здесь они как раз сделали препарат именно для комнатных растений вот в таком удобном пузыречке там буквально капельками все это отмеряется ну а вот еще фитоспорин есть какой в пасти да то есть порошок очень удобно растворять вот чайную ложку отмерил и вот так вот в литровой баночке растворил здесь мы готовим маточный сначала раствор то есть прочитайте все сверху на упаковочке написано как это готовится маточный раствор там берете например ложку этой пасты и растворяете в 2 в двоекратном объеме воды то есть две ложки всего столовых воды все это разболтали разболтали хорошенечко у вас получился такой маточный раствор и уже этот маточный раствор вы тоже капельками добавляется для того чтобы поливать свои растения вот так дорогие друзья обязательно это пеларгония у нас отойдет все у нее здесь живое только на следующий год вот они повторяйте пожалуйста таких ошибок пораньше заносите свои цветочки в дом я вот в этом году из-за того что гости у нас были проморгала этот момент у кого-то просто нет возможности съездить в сад вовремя лучше уж занести их куда-то или на лоджию или на балкон чтобы быть спокойным за свои растения теперь еще какой момент вот смотрите здесь такое вытянутые растеницы да что можно еще с этим сделать посмотрите я вот при вас отрезаю этот черенок и его можно укоренять и у вас будет хорошее растение сформированное не вытянутая вот из таких вот черенков и этот обрезанный кустик у вас тоже даст еще боковые отросточек отросточки таким можно образом еще и размножать свою пеларгонию сейчас это тоже можно успешно укоренять укореняйте как я вам уже много раз показывала под пластиковой бутылкой пеларгонии не ставьте в воду они там будут загнивать вот так дорогие друзья таким образом заботимся о своих растениях применяем для них и фитоспорин и удобрения мягкие и они будут у вас снова зелененькие красивенькие еще порадует нас цветами